Ясмол, всем привет! Даю свет, даю подвечения в массы. Сейчас проходим мануальную сериапию и мы подошли к шее вертикально. Но мы уже ее размяли, на горячую не делаем, на холодную не делаем, а на разогретую шею. Значит, чтобы добраться до Атланта, там очень много мышц вокруг, мы сначала тянем голову, сам не напрягайся, во всех направлениях, вот туда, вот сюда, вот сюда, потихонечку вокруг, обходим с напряжением, переноси руку там, чтобы тянулась от плеча в протихонную сторону, тянулась вся шея, вот потихонечку это делаем в течение, все, напрягся, расслабь, расслабь, и в обратную сторону. Соответственно, человек упирается, видите, фиксирует себя, и мы держим его грудью, либо животом с этой стороны, тянем, тянем, по всей стороны. Все, опустили. Теперь попружинили голову, вот так вот руку одели, вот сюда, захватив подлубже, да, плечо, а тут затылочные кости, на себя, на себя, затылочную кость, затылочную, затылочную кость, и попружинили, видите, вот так вот вверх, подталкиваем голову вверх, да, на протяжение. Поднимай вверх. Затылок на себя опусти, чтобы она, вот так, да, и вверх. Хорошо уже, да. Вот кому-то этого уже достаточно. Так, ну и сами приемы делаем, соответственно, с фиксацией. Вот голова болтается, а только не ты болтаешь, а она под собственный вес. Прямо предупреждается человек, что как пустой котелок, туда-сюда, вот, костюмка такая, по собственному весу качается. Можно на стуле делать, кстати, если это высоко. Если человек, ну вот он плотный человек такой, да, а бывают такие, прям вот так вот шатаются, вот все, да, тогда его придерживаем еще своей ногой. Вот так, чтобы был упор, да. И теперь у нас дифференцированный подход. Втыкаем вот сюда руку, да, и куда показывает большой палец, аж до третьего-четвертого грудного позвонка. А, окей. Да, вот под собственный подбираться. Только рука у нас вот от этого пальца до локтя, как одна стрела. Не гнется ни так, ни так, ничего не подворачиваем, да, вот прямая. Прямая рука, удар, чтобы был. А, подворачивайся. Так, ты с коленом, ну давай тоже с коленом, для демонстрации. Поставили упор, тут получается в первое ребро мы попадаем, да. Голову расшатали, и с большой амплитудой на свою руку толкнули. Одновременно рукой туда толкнули, а, ну, сейчас. Ты мне не помогай. Ты помогай, не помогай, не помогай. И здесь, смотрите, такое правило. Когда мы поднимаемся выше, да, по позвонкам, то эта рука опускается ниже. То есть сначала вот в макушку толкали, потом выше поднялись будем вот в висок толкать, еще выше поднялись в затылочную кость, и еще выше поднялись вот в затылочную кость. Учается, спускаемся рукой поднялись. Да, этой поднимаемся по позвонкам, делая распорку между этими косточками. Вот распорка, да? Вот распорка под второго позвонка. То есть целимся в поперечные отростки, да? И при этом, соответственно, вот седьмой позвонок, вот и первый седьмой позвонок прямо перпендикулярно позвоночнику, да? И просто на нее толкаем руку. Второе правило, чем выше поднимаемся, тем больше добавляем вращение. Атланк, ну, на второй позвонок получается у нас вот вращение будет туда. А на атланк первый позвонок будет чистое вращение, просто просто вращение, да? Сам не вращает, а сам вращает. Мне это упор должен быть. Вот сюда. Вот сюда должен быть распорка, распорка подбудетная. Ну, давай седьмой. Седьмой, кстати, можно добавить еще и указательный палец. Ой, большой палец в остистный отросток, а вот этот в косточку, да, указательный отросток, в поперечный отросток. То есть перпендикулярно уперлись. Да. Перпендикулярно. Рука тоже вот так идет. Горизонтально. Вот так горизонтально лежит. Расшатали, расшатали и... Раз. Слышали? Я вам пробовал, да? Да, да. Пошло. Теперь третий, четвертый упираемся вот. Третий, четвертый упираемся. И распорочка там маленькая же, да? Вот так вот уже идет. Да, ну распорку поменьше, да, потому что шея вперед подняет. Вот чуть подал вперед, потому что, ну, у него такая шея. Чуть подал вперед, да, и теперь уже в зависочную кость получается вот туда. Накронут вперед. Решатали, расшатали и... Второе позвонок, еще лучше поднялись. Только не душите человека, просто расслабим его рукой раз. И получается вот мы накатываем на руку, накатываем, накатываем. Почувствуй, когда он расслабился, да? Перескакиваем на затылок и туда. Вот раз, раз и туда. Рукой на себя получается. Рукой на себя чуть подкручиваем, да? То есть второе и первый позвонок, они крутятся вокруг черепа. Поэтому добавляем вращение на себя, а головой туда, да, головой туда, вот так. Одновременно, да. Не в ту сторону голову заворачиваешь. А, ты залог держишь. Ну, залог можно, конечно, но слабее получится, застылок лучше. И вот так вот пах, да? Да, да, вперед, вперед, вперед. Вот туда. А не больно тут? Ну, это больно по другой причине. Так. Ну, и сам атлант на вращение. Кладем, вот, с этой стороны. Положили руку. Щечку на руку кладем. Опускай, вот, поднимем, кладем. Обязательно, кладем сюда, да? Ну, ладно, берется вот так. Тут нам нужно, смотрите, как. Какое правило для атланта? Соррек, альградцы в сторону. Соррек, альградцы вперед. Латер-рефлексия получается, да? Соррек, альградцы в ротация, примерно. Ну, у среднего человека, так, у кого-то, вот, очень гибкая шея, да, то вот, там, больше, больше углов будет, да? Вот уже, как-то, как-то больно, вот, да? Вот по таким углам. На фрекции получается, да, работаем. Аккуратно взяли за щеку. Здесь мышцы расслабляем, здесь мышцы расслабляем сзади и поднимаем. Это, кстати, поднимается с затылок, а это вращается. Ну, еще бы, вот, если я поместился, да, я бы еще отмечаю, оттолкился, вот такой толчок отмечаем. Так, ну, какие есть еще нюансы? Ну, если у вас рука, как бы, маловато, например, для шеи, да, то можно подсунуть все под плечо. Так, чтобы кости были одна вверху. Оттевая внизу, лочевая вверху. Не боком, да, а вот так, через свою кость. Получается мягче, на голову накатывается. И, как будто бы, мячик через сетку перекидывается. То есть, там не получится, да? Затылочный кость. А, да. Затылочный кость. Вот так, вон. Так. Нет. Телекрат, когда-то не туда. Те же самые приемы можно сделать на стуле с человеком, да? Или можно сделать стоя. Те же самые приемы. Так, и отдельно я вам говорил про второй позвонок, что у него две дужки, да? И получается, мы можем немножко ошибиться, щупаем оси с той отростки, да? Получается, полно по центру одна дужка, он развернулся и оказался по центру. Вот оси с той, да? Он должен быть вот так стоять, но он развернулся и оказался по центру, нам кажется, да? А на самом деле второй отросток мы за мышцами не чувствуем. Поэтому обязательно проверяем боковые позвонки, да? И если повернулся второй позвонок, давайте повторяем, как говори, сюда, то значит, нам надо поставить его за череп в том же направлении. В общем, не в обратном, а в том же. Каким образом? Мы подняли череп, выдернули, прям развернули. Он встал сюда, и вместе они потом дошли на место. Ах, то есть вот. Да, надо череп выдернуть. Вот в такой позе просто я не умещусь, поэтому посадим его на стул. Сюда сюда, стул он тот. Сиденем вот так глубок, лицом туда, наверное. Лицом сюда. Захватили вот так, наискосок от бородка, прям до височной кости. Только не душу ему не надо. Вот так вот захватывать. Не душу ему, все свободно. Здесь, вот это мешает, грудную мышцу, да? Чтобы не душить. Если бицепс мы захватите, он будет больнее. Вот, расшатываем, расшатываем, голова падает, падает, спину ровно держи. А вторую руку будем отталкиваться. Вот, толчок. Расшатали, расшатали и... Ох, хорошо вы себя. Стрелет. Да нет, прям хорошо так вытянуло. Если человек расслаблен, то это делается легко и просто. Да, это вот вам как раз надо. Клади голову. А, он сейчас сюда не поворачивается, да? Ну, у тебя сюда не идет. Тебе надо... В общем, для этой стороны тогда ему надо будет еще раз разминать, согреваться, да? Еще раз дергать, вытягивать. И только потом, видишь, он не уклоняется вот тут ему. Да, да. Вот и тянет мышцы, да? Да, да, да. И несколько тестов. Прежде чем работать, да? Смотрите. Берем голову в бок, и экстензия назад, и тянем вниз, толкаем. Если здесь болит, то значит, это артроз фасеточных суставов. Фасеточные суставы у нас сбоку, да, где они стыкуются. То есть, вот эти вот суставы, мы их сжали, вот так называемые, да, и сжали их. То есть, мы их сжали, чтобы протестировать. Да? И то же самое с другой стороны. То есть, мы их развернули боковыми отростками, да, наклонили, и вот туда вот сжали. Вот тело фиксируем. На, давить. Болит, не болит. Не, не болит. Ну, и надо понимать, боль может быть мышечная, может быть суставная, да? Может, тогда эта мышца тянется отсюда, а тут суставы сжали, суставы не болят, да? Ну, значит, у тебя артроза ширина, а дела нет. Сглобок. Спондиловая, анкелозирующая спондиловая артроза тоже нет. Вот. И еще один тест, можно просто на голову надавить, вот так вниз, вертикально. Там проверяется второй позвонок, зуб, у него который торчит, через атлант. Помните, он говорит? Угу. Через атлант, да? На который он вращается, череп. Если слишком глубоко посажен, осели позвонки, да, то он будет упираться в продолговатый мозг. Человеку сразу будет головокружение, тошнота там появится, да? Ну, у тебя ничего нет, все нормально. Тогда как раз ему будут показаны вот эти вот вытяжения за голову, что мы толкали, да? Чтобы этот зуб оттуда вытащить. Ну и, соответственно, сразу улучшается сон у человека, да? Улучшается кровообращение мозга. Да, у меня уже потягивает прям. Мозговое. Потому что артерии, которых зажаты были задние две, да? Они высвобождаются, поток идет крови в мозг с витаминами, с кислородом, да? И это обогащается затылочная зона кислородом. У человека зрение... Мне часто говорят, о, я сразу ярче, что вы видите, лучше ярче. Ты, по-моему, тоже говорила. Да, 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 да. Значит, читать начал Безачкова тоже. Что значит пришел к нам на занятия, сколько там, пять дней позанимался, и уже Безачкова читает его. А вы много упускаете сами с нами, дорогие друзья. Поэтому будьте здесь. Олег Колоссавс вас всему научит. До новых встреч, дорогие друзья. Даю свет в массы. Подписывайтесь на канал. До новых встреч, дорогие друзья.